Разновидность альпинизма, которая со временем переросла в самостоятельный вид спорта. После дебюта на Олимпийских играх в 2020 году в Токио, скалолазание становится все более популярным и приобретает новых поклонников. Подробнее об этом виде спорта расскажет наш корреспондент. Меняй ноги, попробуйте на старт поставить. Еще раз. Правой рукой. Девятилетний лев рыбошлыков посещает занятия по скалолазанию уже второй год. Изначально цель была избавиться от страха высоты. Теперь, справившись со своей фобией, мальчик делает первые спортивные успехи. Стал выше лазать и лучше хвататься за зацепы. С трудом у меня получается перехватывать за зацепы. Особенно на такой стене, где можно только на руках удержаться. Потому что ноги будут все равно слетать. С первого взгляда может показаться, что скалолазание и развлечение – увлекательная игра. На самом деле это спортивная дисциплина. Занятие начинается с нескольких этапов разминки и проходит под контролем тренера. Для каждого спортсмена своя стена препятствий в зависимости от уровня подготовки. Всего в скалолазании существует три дисциплины. Эти же дисциплины входят в олимпийский вид, в олимпийское направление. Это скорость, сложность и болдринг. У нас дисциплина болдринг. В болдринге вообще высота до 4,5 метров. У нас здесь около 5,5 метров. И толстые маты. Заниматься скалолазанием можно с 4-5 лет. Именно тогда у ребенка активно формируется двигательный аппарат и развивается координация. Но этот вид спорта предназначен не только для детей и подростков. Покорять вершины и с ловкостью забираться на высоту можно в любом возрасте.